Медиахолдинг Тверской проспект продолжает масштабный проект, посвященный современным тенденциям на рынке недвижимости областного центра. Вместе с экспертами нашего телеканала мы отвечаем на наиболее актуальные вопросы, возникающие у тверичан при выборе, покупке или продаже жилья. Напомним, за последние несколько недель мы посетили ряд крупных жилых комплексов нашего города, чтобы составить объективную картину того, из чего сегодня состоит рынок тверской недвижимости. После выхода наших материалов в эфир поток вопросов, поступающих в нашу редакцию, не прекратился. Сегодня мы постараемся еще раз ответить на самые популярные из них. Сегодня на экранах телевизоров, на радио и в интернете можно наблюдать обилие рекламы от застройщиков разных мастей и ранга. Однокомнатная, двухкомнатная или трехкомнатная квартира-студия в ипотеку или за наличный расчет. С первым взносом или без него. От разнообразия предложений, что называется, может заребить в глазах. Сегодня разобраться в большом количестве предложений потенциальным покупателям без помощи специалистов, ой, как непросто. На рынке Твери работает свыше полусотни строительных компаний, которые возводят высотные дома и таунхаусы. И даже в пандемию спрос на жилье практически не упал. Об этом, в частности, говорят эксперты нашего телеканала, профессиональные риэлторы. У нас даже был повышенный спрос в связи с приездом москвичей, петербуржцев. Они приезжали, потому что там невозможно было что-то. Видимо, все побежали вкладывать свои деньги, все свои сбережения. Просто побежали в буквальном смысле. И у нас даже в пандемии у нас ребята приходили и устраивали показы на настройках. Были даже клиенты, которые по нескольку квартир знали. Впрочем, обилие предложений на рынке не означает, что все они адекватны с точки зрения цены, качества и других важных факторов, которыми руководствуются люди при покупке жилья. К примеру, одним из самых популярных тверских застройщиков является Тверской домостроительный комбинат. Дома этой компании начали возводить в столице Верхней Волжье еще в прошлом веке. Все началось вот с таких сереньких девятиэтажных панельных домов. Построенные 60 лет назад, сегодня так называемые брежники сильно устарели по многим параметрам. Ключевая претензия к квартирам в такого рода домах – крайне низкий уровень шумоизоляции. Ключ, телевизор. Слышимость. Вверху тоже же самое слышно. То есть стены тонкие. Звукоизоляция не очень такая. Мужики всякие, пьяные. Дом уже 40 с лишним лет, и у лесу, конечно, они не такие крепкие. Ужасно. Соседи плачут. Примечательно, что от высокой слышимости в квартирах страдают жильцы не только старых домов от ДСК, но и новых многоэтажек, возводимых домостроительным комбинатом в разных районах города. К примеру, в микрорайоне Чайка ДСК возводит жилой комплекс «Лесная мелодия». Выглядят дома действительно свежо и современно, но вот конструктивные особенности, а вместе с ними и очевидные недостатки панельных домов остались прежними. Так как квартиры достаточно недорогие, в них присутствует ряд недостатков. Например, невозможность перепланировки. Это не очень удобно. Также низкие потолки. А какая вообще высота потолков-то в таких домах? Не больше двух с половиной, наверное, я точно не скажу. Впрочем, грешат строительством своих домов по очевидно устаревшим нормативам и другие тверские застройщики. Много претензий у специалистов к домам компании «Новый город», что строят свою недвижимость на улице Сергея Есенина в Заволжском районе Твери. При всей современности проекта есть, я бы так сказал, наверное, еще пережитки советских времен в рамках высоты потолков. Это реально невысокое то, что мы там, в принципе, полный аналог того, что у нас там в хрущевках всеми нами любимыми, да, как бы осталось. Хотелось бы больше для современного жилого комплекса. Действительно, визуально и у нас сложилось впечатление, что проекты квартир, предлагаемых Новым Гордом, не предполагают потолков выше двух с половиной метров. Между тем, современные стандарты в большинстве европейских стран помещения с потолками ниже двух семидесяти или двух восьмидесяти не считают жилыми. Здесь также стоит отметить, что площади некоторых квартир ничтожно малы. К примеру, отдельные предложения — это квартиры всего лишь в 12-15 квадратов. Возможно, для желающих обзавестись своим жильем на первом этапе этого будет достаточно. Но и в этом случае сумму придется отдать немалую. Есть у специалистов и другие претензии. Центральное отопление, если простыми словами, да, все-таки сейчас большинство жилых комплексов уже стараются, да, возводить это либо индивидуальное отопление, либо котельное на ЖК. Словом, к подобного рода современным жилым комплексам у специалистов в области строительства вопросов много. Впрочем, как и у жителей, совсем скоро мы расскажем вам историю тверской семьи, которой пришлось продать свою жилплощадь из-за больших проблем, которые проявились в ходе проживания. Сырость и плесень во всех комнатах, от которых было невозможно избавиться. Все это вынудило семью распрощаться со своим жильем за, как вы понимаете, не самые большие деньги. Не пропустите. Мы ждем ваших историй.